Меня на это подтолкнул супруг. Он сказал, Света, об этом нужно говорить. Света, об этом нужно говорить. Пожалуйста, встречайте с женами, с матерями. Пожалуйста. Потому что когда ребята уходят в отпуск, они возвращаются, они утрачивают боеспособность. Не потому что с ними что-то не так, а потому что родные ведут себя в корне неверно. О посттравматическом синдроме, который может перейти в расстройство личности ПТСР, в фонде защитников Отечества рассказывает клинический психолог и супруга одного из мобилизованных бойцов. По ее словам, сильнейший страх, ощущение своей беспомощности и желание обороняться – нормальная реакция на ненормальную ситуацию. Нормальные люди идут по горам, по тропам и такие, ой, смотри, какая красота. А он ищет растяжки. Или огневые позиции. Он огневые точки смотрит. И поэтому он говорит, я не поеду в горный, если он был на северном Кавказе, в Чечне. Он ненавидит горы. И не надо его туда тащить. Вернуться в мирное русло непросто. Тем более бойцу в отпуске, который ждет возвращения за ленточку. А членам семьи приходится заново искать к нему подход. Психологи рекомендуют бойцам здесь, дома, не употреблять алкоголь. А его родным лучше не разбирать походную сумку бойца. Фразу «я тебя понимаю» лучше совсем не использовать. Я пробую относиться так же, как раньше к нему относилась. Единственное, не спрашиваю, что там происходит. Если у него есть желание, он что-то говорит. Не затрагиваю, пробую эти темы. И чтобы не нести действительно травму. Приезжают домой, вот некоторые там плохо спят. Но они же в принципе некоторые могут об этом сказать, а некоторые не говорят. Если у тебя в руках автомат, или у тебя есть оружие, у тебя есть иллюзия контроля или возможности как-то реагировать, что-то предпринимать. Когда у тебя дети, сидящие в подвале, у которых нет электричества, воды, и нет еды, тебе нечем их кормить, и ты не можешь выйти на поверхность, потому что ты находишься в зоне обстрелов, это травмирует гораздо больше, чем наших ребят военнослужащих. Психологи уверены, последствия пережитых событий, как ни крути, останутся на всю жизнь. Но с этим можно и нужно работать. Кстати, участие в семинаре бесплатное. Информацию о месте и времени проведения следующих встреч организаторы размещают в своих социальных сетях. Дарья Ерошина, Владислав Ковалев. День с толком.